Медиаграмотность Суббуком, Твиттером и Скайпом и помогает в этом всем членам СМИ. Как будто управляя лодкой через океан, он уносил технические навыки и теперь может быстро приспосабливаться к постоянно меняющейся среде. Посреди океана существует красивый остров возможностей и свободы, счастливые жители которого открыто пользуются всеми ресурсами медиа. Но знает ли Джек, что для того, чтобы добраться до острова, он должен знать о сильных подводных течениях. Мощные силы стоят за медиа, которыми он пользуется каждый день. Информация, которую контролируют богатые компании, едва заметная реклама, фальшивые изображения, несуществующие в реальности персонажи и так далее. К счастью, люкс, символ Яви, здесь, чтобы помочь Джеку узнать больше об этих силах, а также понять, что можно доверять лишь некоторым источникам медиа. Все это знания, которые позволят ему делать правильный выбор, принимать обдуманные решения и общаться с другими. Это путешествие изменит Джека и позволит ему умело пользоваться возможностями медиа. Во-первых, чтобы добраться до этого волшебного острова, необходимо обладать техническими навыками. Это и есть лодка, которая будет перевозить его во время путешествия. Как мы знаем, Джек — неплохой знаток своего дела и быстро построит себе лодку. Люкс показывает ему, что есть дети в других странах мира, у которых нет доступа к компьютеру или к интернету. У них просто нет возможности получить базовые технические навыки. Но лодки сделаны для того, чтобы на них плавать. Джек готов к приключениям. Отвинтар! Наш герой спрашивает у Джека, интересовался ли он когда-нибудь, что находится под поверхностью воды. Несмотря на то, что большинство подводных существ не завидны, объясняет Люкс, существуют такие, с которыми нужно быть осторожнее. Например, когда ты ищешь что-нибудь в интернете, используя Google, знаешь ли ты, что ты также получаешь результаты, которые не относятся к твоему запросу? Почему же это? Вот другой пример. Новости появляются каждый день, но только лишь малая часть из них попадает в телеэфир. Какие попадают? Кто их выбирает? Почему? Сложно понять, как эти течения влияют на нашу лодку. Джек с удивлением слушает про все это и понимает, что ему нужно оставаться внимателем, продолжая двигаться туда, куда он действительно хочет попасть. Светит солнце, и наше путешествие продолжается. Вот они встречают другое судно, команда которого выглядит дружелюбной. И оказывается, они странным образом знают все о Джеке. Они пытаются убедить его, что ему нужна новая лодка, чтобы добраться до острова, и они предлагают купить ему суперскоростной моторный катер. Джек сомневается и обращается к Люксу за помощью. Ты правда думаешь, что тебе нужна новая лодка, Джек? Джек знает, что ему нужна именно та лодка, которую он сделал сам, и он уплывает дальше с чувством полной уверенности в себе. Приплывают другие лодки. В этот раз это точно пираты, которые опять пытаются продать то, что ему не нужно. Узнав, как распознать пиратов, Джек осознает, что они повсюду. Мы подвергаемся воздействию ненужной рекламы каждый день. Будучи уверенным в себе еще больше, он не собирается дать обманщикам одурачить его или стать для него помехой. Ни за что. Он умнее их, у него есть свои средства борьбы с ними и способность выбирать обдуманно, что лучше для него самого. Но Джеку предстоит усвоить нечто большее на своем пути. Вдруг, издалека он увидел, что кто-то просит о помощи. Он продвигается дальше, и как только он собирается протянуть руку помощи, он понимает опасность этого поступка. Это не тот, кто за себя выдает. Он знает, что необходимо остерегаться от мальчиков. Сложно знать, что правда, а что нет. С каждым шагом Джек становится все увереннее. Люкс улыбается, и Джек ускоряет ход. Неожиданно стемнело небо, и началась сильная гроза. Джек понимает, что во время путешествия может случиться нечто такое, что он не сможет контролировать, например, смену погоды. Эти внешние факторы, очевидно, влияют на курс путешествия. Если политика в сфере медиа и образования находятся на высоком уровне, то велики шансы, что подобные плавания будут проходить спокойнее. Пока Джек пытается удержать лодку во время шторма, он видит небольшой плод с маленькой девочкой на борту. Она совсем одна! Джек должен помочь ей! Ему удается спасти ее, и она переходит к нему на борт. Она объясняет, что оттуда, где она родом, невозможно увидеть остров, и там нет дерева для постройки лодок. А пираты взяли под контроль море и заполонили его акулами. Она удивлена тем, как быстро можно управлять лодкой, как прозрачна вода, и как ясен горизонт. Джек горд и рад, что он может разделить с ней все, что усвоил во время путешествия. Вот они вместе, и кажется, что работа сообща сделала их путешествие непринужденным и многому их научила. Совместные усилия и активное участие в жизни общества повысили уровень их креативности и дали почувствовать себя на высоте. Медиа предлагают эти исключительные возможности и делают жизнь легче и приятнее. Сейчас они на правильном пути. Они знают, что есть еще много других ребят, которые совершают подобные путешествия. Наконец-то они прибыли. Теперь Джек знает больше о медиа. Также он знает о существовании возможных сил и факторов вокруг него. Он приобрел необходимые навыки и без труда пользуется всеми возможностями медиа. Он постиг самого себя, а приобретенные уверенность и любознательность всегда будут его внутренним компасом. Люкс поздравляет их двоих и дает им в награду значок, как напоминание об их путешествии. У него есть еще один вопрос к Джеку. Что он будет делать, когда вернется домой? Джек отвечает, что хочет рассказать всем своим друзьям и семье о своих приключениях. Он хочет поделиться опытом с каждым и, конечно, хочет спланировать свое следующее приключение. Услышав эти слова, Люкс улыбнулся, миссия выполнена и он исчезает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok